Здравствуйте, с вами канал Тактик Медиа, меня зовут Екатерина Куклева и сегодня у нас в гостях Антон Павлович Мелев и мы продолжаем говорить об истории современного неонацизма. Антон Павлович, здравствуйте. В прошлый раз мы с вами говорили об истоках возникновения вот этих неонацистских организаций по всему миру уже после Великой Отечественной войны. А вот у нас в стране, в России, когда это все начало появляться? Мы сейчас говорим о современной России. Да, современной России, не о Советском Союзе. Ну тогда сложно сказать, когда это точно началось, то есть по годам. Тем более, что история современной России относительно недолго пока, на данном этапе постсоветском. Но уже можно выделить какие-то определенные характерные черты, этапы. И, соответственно, если уж говорить о возникновении, сразу же мы возвращаемся к тому, что да, еще вперед существования Советского Союза можно было говорить о русском фашизме, но, как правило, исключительно вне территории, за границей Советского Союза. Соответственно, в Советский Союз идеологии фашизма, идеи, работы, взгляды стали проникать вперед перестройки еще до, скажем так, прекращения существования СССР, еще до начала нового этапа российской государственности. Соответственно, в самом многом это было связано с процессом гласности. Очень быстро, во второй половине 90-х годов информационное пространство вышло из-под контроля государственных структур. Соответственно, в средствах массовой информации, в литературе стали появляться информационные блоки, ресурсы, которые можно характеризовать как неофашистские, неонацистские. Здесь можно говорить о работе, скажем так, эмигрантского сообщества, которые стали возвращаться на территорию Советского Союза в период перестройки, и о деятельности информационных структур, ориентированных изначально на дестабилизацию ситуации в стране. Если же говорить о, собственно, самой Российской Федерации, да, о периоде существования нашего государства с 1991 года по настоящее время, то условно можно выделить три этапа. Мы, наверное, Екатерина, так по этапам пробежимся, да? Да, конечно. Тихонечко так. Это, можно сказать, эти этапы, это десятилетия. Первый, второй, третий. Соответственно, каждое десятилетие, вот в данном вопросе, оно отличалось своей спецификой, своей сущностью, такими какими-то характеристиками, отличиями. Первое десятилетие, ну, я думаю, те, кто постарше помнит примерно, что тогда творилось в стране, да, в принципе, характеризовалось очень такими многими негативными процессами в различных сферах, от социально-экономической до общественно-политической. Можно говорить о фактически крушении социальной системы, гиперинфляции, обнищении значительной части, если не больше части населения, ну, и, соответственно, практически полным развалом системы идеологического воспитания и общественно-политического контроля. И в этих условиях, с одной стороны, а, идеи фашизма, ну, вот я скажу такую, может быть, крамольную мысль, они позитивно воспринимали значительные части населения. Почему? Потому что мы уже говорили немножко о сущности, да, концепции фашистской и национально-социалистической. Например, социально-экономическая составляющая, госуправление, госкапитализм, перераспределение ресурсов в пользу беднейших слоев, все это было востребовано в Российской Федерации. С другой стороны, с другой стороны, сама идеология фашизма, расовая доктрина, исключительности, она также, можно сказать, попадала на благоприятную почву. Если мы будем говорить о первых ростках тенденций в процессах, то можно тоже посмотреть на, скажем так, проникновение, что же распространение неофашистских, неонацийских идей в различных слоях общества, в различных форматах. Если мы будем говорить о массовом, скажем так, проникновении, распространении, то здесь можно упомянуть движение скинхедов. Надеюсь, известные движения всем. Я думаю, все знают, да. То есть, в принципе, движение скинхедов – это не российский ноу-хау, это западноевропейское, больше британское, скажем так, течение, да, идеологическое такое, молодежное, субкультурное. Но, к сожалению, как говорят эксперты, специалисты, в Восточную Европу и в Российскую Федерацию это движение, как правило, пришло исключительно в формате НС скинхедов, национал-социалистических скинхедов. То есть, изначально были занесены ростки национал-социализма. И, соответственно, молодежь очень так позитивно воспринимала эти идеи, которые преподавались, ну, относительно в упрощенном виде. Конечно, да, никакого упоминания, например, о Гитлере, о Майн-Камфе, о привязке к фашизму 30-х годов 20-го века не было. То есть, здесь, в принципе, в основном, скажем так, вовлечение, что строилось на позиционировании исключительности определенной расы, например, русской расы, русского народа, хотя это тоже вопрос спорный в науке, на тему расы, белой расы. И, соответственно, вот именно эта исключительность делала своего рода привлекательным, в данном случае, движение скинхедов для, в первую очередь, молодежи. Ну, а помимо этого, было еще и большое количество других мотивов, которые подталкивало молодежь вступать в ряды скинхедов движения. От обеспечения собственной безопасности, все очень просто. Если во дворе, в районе есть, скажем так, группировка скинхедов, если ты в ней не состоишь, значит, извиняюсь, тебя бьют. Если ты в ней состоишь, значит, ты обеспечишь свою безопасность. До, как это тоже крамольнее звучит, до патриотических мотивов. В принципе, один из мотивов, который очень активно распространялся в среде скинов, скинхедов, это защита, защита соотечественников, родственников от, например, экономической экспансии, от засилия иностранцев. То есть, эта тема очень активно распространялась и муссировалась. В те же самые 90-е годы, вот эта вот турбулентность в рядах молодежи, которая фактически оказалась вне внимания государственных, общественных институтов, да и семья не могла уделять достаточного времени, поскольку вынуждены были родители, в первую очередь, зарабатывать на жизнь. Вот эта турбулентность привела к формированию, появлению первых скинхедвижений. Как правило, в крупных городах, это столичные города, Москва, Санкт-Петербург, ну вот, в частности, и Нижний Новгород попал тоже вот в эту категорию. Движения, с одной стороны, были массовыми, с другой стороны, стали выкристаллизовываться уже, скажем так, группировки, то есть, по ряду характеристик, консолидированные, иерархизированные, с ярко выраженным лидером, с какими-то идеологическими же компонентами, то есть, своего рода катехейсами, правилами поведения, типа формат 4, белые волки, то есть, в принципе, их было достаточно много. Это по 90-м годам. А сейчас? Сейчас? Движения скинхеда. Екатерина, мы дальше по скинхедам или по десятилетиям? Ну я скинхед, тогда по десятилетиям. Если, например, вот преемственность просто отслеживать, да, вот по скинхедам, то, соответственно, в конце 90-х, в конце 90-х ситуация стала меняться. Во многом это связано с изменением в политической элите, то есть, с приходом к власти Владимира Владимировича Путина. С другой стороны, это во многом было связано с наведением своего рода порядка вообще в целом в российском государстве. То есть, заработала и правоохранительная система, и отношение общества стало меняться. Все это на фоне относительно улучшения благосостояния, повышения благосостояния, улучшения экономической ситуации. Значит, в конце 90-х годов власть стала ограничивать возможность скинхедвижений открыто участвовать в общественно-политическом пространстве. Стали ограничиваться по времени, по месту, по срокам концерты. То есть, не секрет, что многие молодежные группы того времени были ориентированы именно на идеологию скинхедвижения. Например, группа, которая находится в списке запрещенных, Калаврат. Соответственно, в начале уже 21 века, это где-то 2002-2003 годы, был проведен ряд показательных судебных процессов в отношении лидеров, организаторов скинхедвижения, либо наиболее активных участников, как правило, это статья 282, экстремизм, либо это уголовные статьи, связанные с тяжкими телесными повреждениями, убийствами и т.д. Соответственно, вот эта политика государства, еще раз подчеркиваю, поддержанная обществом, она привела к тому, что существование в таких больших объемах массивах для скинхедвижения стало просто невозможным. Но это не значит, что скины ушли из общественно-политической жизни страны. Нет. Еще во второй половине, в конце первого десятилетия, на первом этапе, началось перетекание, скажем так, молодежи из состава именно бригад и движений скинхедов в другие сообщества, например, в сообщества футбольных фанатов, особенно в его хулиганскую вставляющую. И наиболее активно подобного рода фанатские группировки проявили себя именно уже во втором десятилетии. Это и драки, причем драки зачастую на межнациональной почве, то есть с представителями таких же фанатских группировок северокавказских команд, например. С другой стороны, опять же, в второй плане 90-х годов начинает увеличиваться число бойцовских клубов, либо секций, связанных с обучением боевым меднаборством. И там достаточно широко представлены были также скины или молодежь, поддерживающая националистическую идеологию. Опять же, на втором этапе, в втором десятилетии, политика и позиции властей и правоохранительных структур привело к тому, что вместо крупных каких-то формирований все чаще уже можно было говорить о существовании относительно малых групп, ну, например, вот Мэтт Краун. Это Санкт-Петербург, это 2002-2004 годы, активная деятельность, очень быстро была пресечена деятельность этой группы. Группа строила свою деятельность на именно расовой неприязни, на расовой исключительности, на межнациональном каком-то оскорблении, унижении там. Но группа очень быстро прекратила действие. Значит, представители этой группы Мэтт Краун оказались в суде, соответственно, получили сроки. Но уже в процессе самого судебного разбирательства есть информация о том, что лидеры, в то время еще не попавшие под суд, а оставшиеся на свободе, уже создали автономную, как они говорят, законспирированную, боевую и туристическую организацию. То есть, здесь уже тематика немножко другая. То есть, фактически лидеры переориентировали или канализировали этот протест с представителями другой расы на государственную структуру. То есть, в данном случае это очень потенциально опасная тенденция. И, опять же, что еще можно сказать? Многие лидеры, представители скин-движения в более поздние периоды зафиксировали себя уже как представители несколько иных организаций. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до Максима Марцинкевича. Тоже известная такая персона у нас. Не слышали? Я нет. А такое слово «реструкт» или словосочетание «окупай педофилей». Что-то где-то попадалось, но не углублялось. Это как-то всегда все мимо. Вот об этом, если вы не против Екатерины, поговорим чуть позже, уже применительно к деятельности вот именно этого господина. Если же возвращаться к первым десятилетиям, вот мы и сказали о скинах, можно сказать еще об одном пространстве, где, скажем так, националистические идеологии нашли благотворную почву. Это религиозное пространство. То есть, опять же, крушение идеологической системы советской, возрождение тяги к религиозности. С одной стороны, это укрепление и восстановление позиции русской православной церкви. Но с другой стороны, мы не будем говорить об активизации, например, католиков, протестантов. Это и появление сектанства, с одной стороны. То есть, псевдорелигиозных организаций, но в данном случае неоязычество. Соответственно, неоязыческие организации, которые, как грибы, стали появляться на территории постсоветского пространства. Здесь еще, Екатерина, если мы говорим о России, то все-таки не стоит забывать и постсоветские республики, которые нас окружают. То есть, во многом распространение неофашизма, неоанцизма связано с деятельностью политических элит этих республик, либо организаций, которые, в первую очередь, проявились на их территории. Но вот отчасти мы вернемся к этому, конечно. Но пока поговорим о неоязычниках. Например, может быть, слышали о так называемых родноверах. Родная вера. Но это прям такая сетевая структура, сообщество. Есть статьи в Википедии. В принципе, родноверы настаивают на то, чтобы получить большую какую-то официальную позицию в общественно-политическом пространстве, в жизни, позиционировать себя как мирно ориентированными сторонниками сохранения, возрождения до христианских, славянских традиций. Но помимо родноверов, можно сказать и о других неоязычных организациях. И вот как раз многие из них связаны с украинской структурой. Например, Рунвера или Рунвира. То есть, это неоязычная организация, которая возникла в 1966 году в США. Там же находится сейчас штаб-квартира. В 1991 году, подчеркиваю, то есть, крушение Советского Союза, представители Рунвера появились в собственной территории Украины. И вот с ними активно шло взаимодействие, в том числе и представителей российских неоязычных структур. И если, например, родноверов мы не будем брать, там неофашизм, избранность как-то явно не прослеживается. И, в принципе, иногда даже его нет. Ну, например, можно в качестве примера привести такую организацию, как Церковь Нави. Или Общество Нави. То есть, много было названий. Что-то попадалось. Это организатор Илья Викторович Лазаренко. Это середина 90-х годов. Сам Лазаренко прошел достаточно такой интересный карьерный, что ли, путь. Он входил одно время и в Народно-патриотический фонд памяти. Об этой структуре можно говорить подробнее побольше. Но это, наверное, не тема. То есть, вроде бы такое национал-патриотическое название. И слово-то память. Но вот именно из памяти вышли многие лидеры неофашистских или крайне правых организаций. В том числе, например, и господин Баркашов РНЕ. Это Илья Викторович Лазаренко. Был членом памяти. Он бывший комсомольский лидер. У него были проекты, реализованные по, скажем так, организации молодежных сообществ. Союз молодежи. Позже практически эта молодежь пополнила его партийную структуру. Ну и вот в середине 90-х годов оформился, собственно, вот это вот псевдорелигиозно-невоязычная организация общества НАВИ. Если нужно, я могу немножко о ней. Ну да, чтобы вдруг кто-то зритель не знает. Если коротко, например, география. Центральные структуры на территории Украины. Ячейки сообщества на территории, в том числе, и Российской Федерации. Были представительства и на территории других, ряд других постсоветских республик. А идеологическая составляющая, это такой изумительный, ну, с точки зрения, конечно, ученого, миксд. Миксд всего, чего только можно. Там и языческая, славянская мифология, там и скандинавская мифология, то есть сочетание богов. В качестве идеологической составляющей сам Лазаренко позиционировал, значит, работы Гитлера, Рериха, Блаватской. То есть это смешение, в принципе, классического такого нациализма, русского нацизма, это Рерихи, да, и эзотерики. То есть, в принципе, очень интересно вот в этом плане, конечно, разбирать. Но Рерих же, это же просто художники. Они не просто художники, то есть мы их знаем больше как художники, но можно гордиться нашей страной, в принципе, это представители классического такого направления российских мыслителей, которые были специалисты во многих областях. То есть, честно, мы знаем Рериха больше. Мне нравятся очень картины, просто я знаю, я знаю как художник. Вот помимо того, что рисовали, они еще и писали, причем писали очень такие интересные работы. Значит, по организации было само общество НАВИ, это, скажем так, религиозные составляющие, это обряды, были подразделения, которые, ну вот опять же, по ряду материалов, представители сотрудников органов правоохранительных, которые занимались очень широким спектром задач от сопровождения важных персон до рэкета. То есть, в принципе, организация существовала на самобеспечении. Соответственно, сам Лазаренко пытался и пытается дистанцироваться от политической ангажированности даже не структуры, но, в принципе, в политических процессах представители общества НАВИ также принимали участие. То есть, вот вам пример одной из таких структур, неуязыческих, которые, в принципе, можно сказать, прекратили деятельность также в первом десятилетии, 21 века на втором этапе. Но следствия оставили, об этом мы поговорим попозже. Ну а сам Илья Викторович, кстати, в 90-е годы дважды пытался баллотироваться в Государственную Думу в качестве депутата. Не получилось? В первый раз, ну он шел от общественных организаций, патриотических, первый раз просто список не зарегистрировали, второй раз тоже не получилось. Возможно, повлияло на то, что у него была судимость в 96-м году как раз за распространение крайне правых националистических идей. Она, конечно, была погашена, он был амнистирован в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, но наследие осталось. Не повезло ему, как и Соболь. Если дальше продолжаем, да, помимо неуязычества, что еще можно сказать? Опять же, первый этап, как бы так, поосторожнее, но если создаются крупные военизированные подразделения, которые имеют возможность проводить сборы, обеспечиваются униформой и всем необходимым, значит, скорее всего, определенные политические силы были заинтересованы в существовании данной структуры. В данном случае можно сказать о двух структурах. Это Баркашовская структура, РНЕ, да, и Лимоновская, НБП. Ну, Лимонов, ну, непокойная, его структура вроде чего, Екатерина Угорьевна. Он просто приходил на канал неоднократно Дмитрия Юрьевича, во-первых. Соответственно, вот это две общественно-политические структуры, которые очень большой вес имели в обществе именно в 90-е годы. И, несмотря на то, что формально, значит, НБП уже в первом десятилетии, там, седьмой год, была признана экстремистически и запрещена, в РНЕ произошел на рубеже первого-второго десятилетия, ну, тысячелетий раскол и, в принципе, оформился несколько полусамостоятельных организаций. В сетевом интернет-пространстве они продолжают действовать, их последователи. То есть, есть сайт, есть ресурсы, и Лимоновцы продолжают деятельность. То есть, есть страница НБП, да, и РНЕ. Причем, РНЕ после раскола, значит, начало плодиться и множиться это движение. Там есть теперь новые сообщественные движения, как друзья Баркашевы, Баркашовцы. То есть, в принципе, классический процесс хаосизации, создание вот этой такой сетевой структуры, где очень сложно найти иерархию и, соответственно, очень сложно противодействовать распространению идей. В принципе, Лимонов и Баркашов в 90-е годы очень активно действовали примерно так же, например, как сейчас действует Навальный. То есть, ориентируясь на старшеклассников, либо студентов. То есть, вот на эту возрастную категорию. И зачастую именно вот эта молодежь просто впитывала то, что им говорили старшие товарищи. А если мы как раз более подробно посмотрим на деятельность различных неофашистских группировок, организаций, то мы всегда будем практически сталкиваться с тем, что руководители – это люди, которым порядка 20... Лидеры, руководители – 25-26 лет. То есть, это люди, которые уже выросли, которые уже могут, по крайней мере, сформировать свою позицию. А вот исполнители, рядовые участники – это где-то 16-22. То есть, это дети, можно сказать. И вот эти дети, они, в принципе, достаточно эффективно, что ли, вбирают то, что им предлагают. А им же не говорят, что это фактически фашизм. Им предлагают несколько иные идеологемы. Например, то, что белые лучше, то, что у русских долгая история, то, что, в принципе, эта земля, условно говоря, наша, русское государство. Россия для русских. Ну, соответственно, все пришли чужие. Что русский народ защемляли в Советском Союзе. И в Советском Союзе, и до Советского Союза. Причем, грамотный подбор примеров может сделать любой, в принципе, относительно начитанный руководитель. Либо, посидев в интернете, либо апеллируя к реалиям. Ну, просто предложив сходить на рынок какой-нибудь крупный, центральный. И здесь вопрос в чем. Если, скажем так, значительная часть населения может себе по доходам позволить покупать продукцию на рынке. Недовольствия не возникает. Но если прожидший уровень резко падает, и цены просто становятся заоблачными, вот тогда вот это недовольство просто проецируется на продавцов, либо владельцев этих точек. А владельцы, это, как правило, представители раньше северокавказских республик, закавказских, сейчас еще среднеазиатских республик. То есть, соответственно, в данном случае есть такой термин исторический. И народцы, то есть, пришлое население. Хотя они-то по факту ни при чем тут. Причины-то экономические того, что падают зарплаты. Базис экономический. А потом вот этот базис, он просто... А вот этот гнев, который, так сказать, на капитализм перенаправляет... Канализируется на, собственно, представителей данных этносов. Причем, к ним-то, как правило, подступиться тяжело. Там все-таки пытаются заступиться друг за друга на рынке. Поэтому, опять же, это характерно для неофашистских молодежных организаций. Вымещают просто вот свое недовольство, свой гнев, свой протест на представителях менее защищенных данных народов. Вот, например, дворники те же самые, сотрудники ЖКХ. Либо просто люди, попавшие в эту мужу. Еще раз можно сказать, трагическая ситуация в Санкт-Петербурге с Хуршердой Султоновой. Но эта девочка, которая шла из школы, таджичка, уже оказалась в ракурсе внимания, стала жертвой. Вот как раз, в том числе и представителя организации Мэткраут. Соответственно, вот это так немножко в общем. Если мы про второй этап будем говорить, то здесь, еще раз повторюсь, деятельность легальная в общественно-политическом пространстве для подобного рода организаций, уже стал быть сопряженной с риском быстрого пресечения. То есть, это, как правило, организации, которые существовали недолго. С одной стороны, вроде бы, да, это позитив. И общество стало поправляться, и более негативно реагировать на, в том числе и на скинхедов, и в целом на фашизм. С другой стороны, это стало формировать новые риски. Связаны с чем? Данные организации, с одной стороны, стали пытаться законспирироваться, то есть, действовать тайно, не фишеры. С другой стороны, стали уходить в интернет-пространство. То же самое Северное Братство, проект крайне правой организации неофашистской в Санкт-Петербурге, восьмой-девятой годы. В основном, пытались взаимодействовать с теми, кто поддерживал идеологию, с неофитами через интернет. То есть, предлагая выполнение различных миссий в игровом формате. Ну, и еще один такой негатив. Это, в принципе, опять же, в многом связано с интернетом. Проникновение в интернет-пространство акторов, которые действуют из-за пределов Российской Федерации на российской молодежи. В общем, в интернете раздоли для подобной деятельности. Да, в значительной мере. Причем здесь, Екатерина, вот такая вот грустная вещь, да? Вы, наверное, просто тоже сталкивались, специалисты. Заблокировать сайт-страницу иногда бывает по времени дольше и проблематичнее, особенно если через судебное решение на определенном этапе, чем, например, зарегистрировать, открыть новый. Да, можно открыть новый второй какой-то аккаунт, позвать всех подписчиков туда. Это не панацей, это палеотив. С другой стороны, опять же, блокировать интернет через кого? Через провайдеров, но современные молодежи очень хорошо владеют технологиями обхода и доступа, в том числе и к даркнету, то есть подобного рода информации. Блокировать через поставщиков, ну вот это сейчас уже тренд такой, услуг через соцсети. Молодежь начинает... Это детские ютубы, вот всякое такое? Ютуб сложнее. Почему? Потому что это сервис Google. Тут надо уже выходить на представителя руководства вот именно этого сервиса, чтобы договориться. Я имею в виду просто, например, социальные сети ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук. Но сейчас развивается мессенджер, который позволяет также обмениться информацией. Телеграм-канал. Абсолютно верно. Я до сих пор не помню, его все-таки разрешили, запретили, что там с ним происходит. Абсолютно верно. И поэтому, ну вот мы говорим сейчас о таких крупнейших, что ли, для России ведущих, да, но есть подобного рода сервисы региональные, государственные, которые, скажем так, не являются ни российскими, ни европейскими, ни американскими, типа Твиттера, Фейсбук. И там тоже можно размещать информацию. То есть, в принципе, идет миграция. Подобного рода автономные сообщества, они уходят просто из этого пространства. И интернет становится одной из основных площадок. Давайте вернемся вот к нашим периодам, да, если говорить уже о третьем периоде, то есть это второй десятилетий 21 века, то есть посыл, который сейчас завершается, да? Или уже завершилось? Завершилось. Мы уже в третье вышли. Ну, значит, скорее всего, можно будет уже очередной этап в перспективе формировать. Ну, вот пока о втором десятилетии 21 века. Значит, в 19-м году сотрудников ФСБ по Волгоградской области провели задержание очень такого интересного организации, сообщества, достаточно локального, там, несколько человек. Это союз борьбы, так-так-так, союз всемирного освободительного движения, народное братство, Алла-Тра. То есть, вот такое название. Длинное. То есть, еще раз, вот тоже, можно много говорить, но это тема отдельная для обсуждения. Есть такие технологии, как маскировки и мимикрии, да, когда подобного рода организации не афишируют свои вот этой характеристикой, националистической, фашистской. И берут вот такие словосочетания. То есть, союз всемирного освободительного движения, народное братство. Здесь и народное братство, так немножко так, язычному дают, да, и союз освобождения всемирного еще, но еще вот эта добавочка, Алла-Тра. Когда же стали разбираться, в принципе, вот оказалось, что лидер, инициатор, создатель, это бывший служащий, офицер правоохранительной системы, в основе идеологии, он, кстати, был еще одно время координатором левого движения, то есть, левых радикалов. В основе идеологии лежит идея вот этого общества, Алла-Тра. Это псевдорелигиозная, отчасти эзотерическая структура, которая позиционирует себя в виде или формате в интернете, опять же, различного рода фондов общественного развития, поддержки, культурного развития. То есть, в принципе, не афишируя свою вот эту псевдорелигиозную ставлю еще. То есть, получается такой изумительный микс. Здесь, опять же, околорелигиозная тематика, здесь и левые взгляды, или взгляды левого движения, здесь и неофашистские взгляды. Почему? Потому что... Все в кучу. Да, потому что данное сообщество предлагало бороться за освобождение, в первую очередь, путем применения использования силовых акций, направленных против радикальных иудейских общин. и представителей еврейского народа. То есть, опять же, иудофобия. То есть, вот эта вот характеристика, вот эта вот специфика, что ли, многих организаций для третьего этапа. То есть, своего рода микс идей, смешения, взглядов. Иногда просто непонятный такой вот кишмиш, но тем не менее... Самка, что левых сюда, все левые примешивают в итоге, зашкваривают. Левые, правые, обычно их рисуют линии, но если их нарисовать окружностью, то крайне правые и крайне левые очень близки по своим технологиям, методам, по взглядам. И зачастую присутствует переход представителей из крайне левых движений в крайне правые. Плюс сейчас их пытаются в определенной мере в рамках развития протестного движения сблизить, на различных акциях вывести вместе, но определенный конфликт присутствует. Здесь тоже можно в качестве примеров привести второе десятилетие. Два интересных проекта. То есть, это нулевые годы 21 века. Первый интересный проект, это ныне запрещенная в России организация, движение против нелегальной миграции. ДПНИ. Почему я говорю проект? Потому что на стадии разработки и начального этапа существования данный проект пользовался поддержкой представителей официальных властных органов и представителей различных политических кругов, причем не обязательно крайне радикальных. Но очень быстро данный проект, можно аналогию провести с движением Пегида в Германии, в Западной Европе в целом, данный проект стал местом притяжения представителей фашистских, националистических, крайне правых организаций, сообществ. Очень быстро радикализировался. Участники, которые позиционировали себя, как именно участники проекта, были отмечены, замечены в ряде акций уголовного характера, гастремистского характера. Соответственно, проект был объявлен незаконно. Второй проект, который тоже подвергся эрозии, это так называемый проект «Русский марш». 2005 год, первый русский марш, да, соответственно. Но очень быстро, опять же, «Русский марш» стал местным притяжением также представителей крайне правых организаций. В настоящий момент, кстати, «Русский марш» по-прежнему проводится. Но вот здесь как раз интересный конфликт, собственно, между крайне правыми и крайне левыми. То есть, в принципе, иногда они совместно выходят на акции протеста и «Русский марш», иногда они дистанцируются друг от друга. В результате, просто сама вот эта идея, она как бы так выродилась. Но выродилась во многом благодаря реакции общества. Да и, опять же, вот на третьем этапе, то есть после 30-го года, и органы охраны правопорядка стали вести себя более, скажем так, что ли, спокойней и объективней. И если вот Екатерина позволит, да, интересная история из жизни просто. То есть, 2007 год, в Нижнем Новгороде, тут у нас был марш несогласных. Была такая мода проводить эти марши. Соответственно, центр города был закрыт. Мы просто с супругой оказались в ситуации, когда нужно было попасть на работу, провести курсы. И нам нужно было пройти через нашу Покровскую улицу, где, соответственно, планировалось провести... Центральная улица Нижнего Новгорода, пешеходная по типу Арбата. Да, 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 по ней планировалось, собственно, провести марширующих. Ну, мы просто пешочком транспорт, соответственно, отменили тоже в центре, да, там некоторые маршруты на время. Мы пешочком двигаемся в направлении к месту работы, и перед нами идут два молодых человека лет 40 на тот момент, 2007 год. Один в пальто или парке, волосы у него еще остались на голове, второй в кожаной куртке, в черных джинсах, ну и нагло бритый. Ну и, соответственно, видно, что эти люди идут по своим делам, никакого отношения к скинхедам не имеют, нацистам, но отработан императив проверка документов. То есть, одному, который в парке с шевелюрой идите, мол, своей дорогой, да, а тот, который уже потерял всю растительность, либо так постригся, его, соответственно, отзывают. То есть, в принципе, вот была нервная реакция, просто с одной стороны, можно сказать, да, это уже перегибы, но с другой стороны, на многом именно эта нервная реакция, вот именно в 2010-е годы, с 2000-го по 2010-е годы, привела к минимизации деятельности подобного рода. Что вот таким высым человеком стало быть опасно. Ну, то есть, в данном случае это смешной эпизод, да, но власти стали, вот я же говорил, было несколько показательных процессов, реагировать просто жестко. И вот эта реакция, она показала, как бы, и обществу, и представителей данных организаций, что открытая деятельность, она может быть сопряжена с значительным риском. Ну, опять же, в те же, то же самое десятилетия, например, тоже вот в интернете активно обсуждался, в какой момент опасно было ходить, например, с майкой, с футболкой, с надписью «Я русский». Зачем вообще в такой футболке ходить? Ну, отчасти это вызов. Вот за этот вызов стали страдать те, кто, скажем так, с такой подобного рода вывески на спине или на груди ходил. С другой стороны, очень нервно реагировали правоохранительные органы на символику. Ну, здесь, еще раз говорю, так уж получилось, что вперед фашизма, развития в гитлеровской Германии использовали так называемую свастику, но они же не выдумали этот символ. Они использовали один из древних символов, который присутствует практически, наверное, в любой языческой культуре традиции любого европейского народа. От кельтов до финно-угров, то есть, посмотрите, финно-угорскую, либо там вышивку, либо древнерусскую, да, там те же самые, вот эти уголки, то есть в разном формате. Соответственно, вот, в принципе, с одной стороны, говорю, вот эта вот такая, может быть, чрезмерно жесткая, что ли, политическая позиция правоохранительных органов и официальных властей, она может иногда улыбки вызывать, но с другой стороны, власти добились своего. То есть, в принципе, деятельность или возможность деятельности была минимизирована. И, к сожалению, опять же, мы возвращаемся, все ушло в интернет. Общество Na'Vi официально закрыто, запрещено, распущено. РНЕ официально, вроде как, в состоянии кризиса распалась на много организаций, да. Говорили вот про Максима Марцинкевича, Реструкт, Тесак. Сам он выходец из кино, он впервые получил засветку в СМИ, что ли, как один из лидеров организации скинхедов, причем такой достаточно активный, экстремистский формат 18. Три срока по 282 статье, причем, опять же, сидел он не только в пределах Российской Федерации, он за рубежом успел посидеть. Вернулся, создал межгосударственное на постсоветском пространстве общественное движение Реструкт. Задача, в принципе, очень такая значимая борьба, например, с педофилией. То есть, проблема, которая была в 90-е годы в России и сейчас, в принципе, осталась. Но, с другой стороны, параллельно и распространение станции социалистических блядов. То есть, опять же, возможность... Какую-нибудь благую идею, а под нее пропихивают... Маскировки, мимикрия, в принципе. Также, например, в 90-е годы шла подготовка боевиков, в том числе и для ОПГ, через различного рода клубы славяно-горицкой борьбы. То есть, возрождение дохристианских видов единоборств. Там шла пропаганда и неоязыческих взглядов, и неонацистских, и, соответственно, боевая подготовка. Возвращаясь к Марсенкевичам и же с ними, да, то есть, я уже говорю, что многие организации, они либо самораспустились, либо закрыты, либо лидеры уже покинули себе мир, да, типа, Лимона вот уже. Но в интернете есть продолжатели, есть сообщества. Причем это, как правило, уже автономные локальные сообщества, которые коммуницируют через их представителей друг с другом. То есть, в принципе, страниц очень много. Те же самые группировки, которые официально уже прекратили деятельность, типа White Power, Белая Сила, Блаттон, Хонор, Кровь и Честь, тот же самый Маткрал, имеют своих последствий в интернете. То есть, в принципе, можно говорить о том, что вот современный интернет позволяет найти практически всю информацию о деятельности, в идеологии, в воззрениях представителей какой-либо группировки. Да, и, соответственно, та же самая молодежь автономно может просто, ну, как говорится, идея может понравиться, может сообразоваться ячейка, которая в узком кругу, скажем так, подтвердит правоту той информации, которую она получила, и, к сожалению, может перейти к реализации своих противоправных намерений. Здесь проблема как раз третьего десятилетия. Зачастую данные сообщества и ячейки вскрываются уже по факту совершения ими какого-либо преступления. То есть, ситуативное реагирование. То есть, да, вот я приводил пример по 2019 году, да, по Волгограду, да, представители органов охраны правопорядка пытаются мониторить социальное пространство и, скажем так, отслеживать ситуацию, пытаются работать на, скажем так, превентивном ключе. Но это не полноценная профилактика, это как-то предотвращение, но зачастую, к сожалению, все это заканчивается трагическим случаем. В качестве примеров, там, относительно недавних, да, ну, это стрельба в одном из православных храмов Южно-Сахалинска, на Сахалине, где, в принципе, скажем так, исполнителем, что ли, этого деяния был также бывший военнослужащий, и когда он продемонстрировал свою фигуру обнаженную, ну, полуобнаженную, там татуировки были, причем татуировки были неофашистские, неоязыческие, там что только не было, тоже микс такой замечательный. Это и многие процессы связаны еще с колумбайном, то есть со стрельбой в школах. Зачастую, опять же, после анализа страниц в социальных сетях, тоже специалисты делают заключение о том, что тот, кто осуществил данное деяние, он все-таки был знаком с литературой информации неофашистского следа, то есть, опять же, раса исключительность. К сожалению, вот это особенность современного этапа. Сложнее стало отслеживать, нет, как правило, прямого такого, что ли, указания вот именно на национал-социализм, как правило, все это вуалируется, это все закрывается, упрощается особенно для, скажем так, рядовых членов, но все-таки можно сделать вывод о том, что неофашистские, неонацистские взгляды присутствуют деятельности подобного рода сообщества. Печально. С одной стороны, да, с другой стороны, можно говорить позитивно, что, в принципе, общество стало несколько иначе реагировать на это. Но интернет остается пространство. Ну, вот в качестве еще тоже здесь можно и конспирологические схемы выстраивать, и улыбаться. Деятельность студента МГУ психологического факультета Алишера Мухеддинова по созданию сетевого проекта интернета, это «Железный марш». Просто почему я сказал улыбаться? Ну, вот сам Алишер Мухеддинов этот проект в 2017 году закрыл, и если анализировать деятельность проекта, да, этот проект привел к образованию националистических, радикальных, ультраправых, даже террористических организаций, нескольких в мире, но все за пределами Российской Федерации. США, Великобритания, страны Прибалтики, Италия. Ну, вот в частности, на странице этого проекта был представлен и батальон Азов, запрещенный в России, и также организация крайней правой. То есть, вот интересно просто деятельность, в том плане, что Лишер Мухеддинов как-то не оказался невостребованным, собственно, российскими. Нео-нацистами, нео-фашистами. Ну, зато там у него спрос большой везде. Вот поэтому я говорю улыбки. Насколько этот проект, собственно, самого Лишера Мухеддинова, либо это проект, уже, скажем так, модерируемый кем-либо. Наоборот, те организации попытались подобное через него создать в России, но что-то пошло не так. Те организации активно пытаются создать что-то подобное в России. То есть, в данном случае, вы можете говорить о том, что воздействие на российское общество, на российскую молодежь продолжается. И сейчас особенно это связано с чем? С одной стороны, опять же, с продолжением вот этой вот политики, которая характерна была для 90-х годов, связанной с пересмотром истории. То есть, одна из таких вот, что ли, базовых составляющих возрождения фашизма, нацизма, да, еще в 90-е годы, да, еще в период перестройки. Это переоценка исторических событий. После распада Советского Союза... Вот это все Россия, которую мы потеряли, когда началось... Все страны Прибалтики, да, ой, все страны постсоветского пространства, в первую очередь, Прибалтика, Украина, да, но и Закавказские республики, очень активно стали пересматривать истории. Здесь начался процесс героизации корово-лесных братьев, на Украине бендеровцев, то есть, тех, кто в годы Великой Отечественной войны входил в состав войск ССС, в Афин ССС, а также занимался антисоветской борьбой, то есть, борьбой с советским режимом. Ну, про Украину, скажем так, в СМИ много чего говорят, при Балтике тоже понятно, там уже и марши бывших ветеранов войск ССС проводятся, да, но даже республики Закавказья, там, например, идет процесс героизации, ну, скажем, Горегина Нжде, Горегина Тер-Рутиняна, который в Армении сейчас позиционируется как национальный герой, борец за освобождение, за независимость, в СССР он получил срок за сотрудничество с фашистской Германией, пособник фашистского режима, до сих пор не реабилитирован, вполне обоснованно. Вот, в принципе, пересмотр. Вот такие вот герои. Герои, и эти герои, они уже присутствуют в литературе, которая распространяется на территории Российской Федерации, они уже вот именно героизируются в диаспоральных сообществах, в соотечественных, да, и уже начинают формироваться конфликты. Ну, а если к России вернуться, то, например, в 90-е годы активно пытались, активно шел дискурс по переоценке, например, действия русской добровольческой освободительной армии и Власова. То есть, власовцы, так называемые, коллаборационисты, да. Потом, вплоть до попыток даже героизации Власова, как борца вот именно со сталинским режимом. И все это тоже, ну, скажем так, до сих пор периодически. До сих пор абсолютно верно. И в рамках этого, соответственно, на территорию России идет информационное давление, и в том числе и распространение вот именно тех самых крайне правых радикальных идей. И, в частности, вот сейчас, например, из территории Прибалтики и из территории Украины. Например, одно из последних наиболее известных движений, запрещенных в России, мизантропик дивизион, это проект украинский, украинский, белорусский, активно продвигается среди российской молодежи. Если мы говорим о Прибалтике, то Прибалтик сейчас, например, становится своего рода центром, это, конечно, не фашизм, да, центром свероточения оппозиционных структур. Это всякие Ходорковские, Каспаровы, с которыми очень тесно взаимодействуют те же самые, например, лимоновцы, которые в 2010 году создали так называемую общественную организацию «Другая Россия». С ними же активно взаимодействуют и бракошелцы, то есть, в принципе, несистемная позиция пытается использовать современные крайне правые общественно-политические структуры, сообщества, в своих целях, тоже подтягивая их к участию в протестной деятельности, к активным. Ну и, соответственно, работая, в первом счете, по молодежи. Ну вот, наверное, в принципе, все, если есть какие-нибудь вопросы, я могу еще просто уточнить. А так, это краткий обзор развития современной Российской Федерации. Если можно констатировать, что, да, с одной стороны, вот на уровне видимости, да, отображенности в СМИ и т.д. и т.п. Да ладно, он Киселев Краснову у нас памятник хотел. Краснов, ну, в принципе, здесь есть что-то такие нюансы, и среди казачества есть взгляды по героизации, в том числе и тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне на стороне фашистской Германии. То есть, в принципе, отдельные персоны были. Краснов, согласен. Но, еще раз говорю, в внешней видимости такой, создающийся о том, что в России вроде бы ситуация стабилизируется, да, и националистические фашистские идеи взгляды организации сейчас намного меньше распространены, чем, например, в 90-е годы, да, когда просто был, словом говоря, хаос, вплоть до того, что открыто газеты выходили, печатные издания. Это не совсем так. Просто сейчас все это ушло в интернет, закрыто, да, и не выходит на экраны. Если на экран выходит, там, что-то, я имею в виду, в новостных каких-нибудь, чаще криминальных сводках, да, то, как правило, там очень сложно найти именно прямо вот такой национал-социализм, фашизм, классического толка, толка, как, например, в гитлеровской Германии, либо в Италии периода Муссолини. Но составляющая вот национал-социалистическая, она, как правило, присутствует. И в первую очередь это именно в расовой доктрине, в расовом неравенстве и в возможности только не для общества, а для вот членов этих организаций, в возможности, скажем так, силового решения, что ли, вот проблемы, доказательства этого неравенства. Вот все. То есть проблема, она актуальна, она сохраняется. Очень печально, что молодежь в это все втягивается, этому всему верит. Очень жаль. Здесь, с одной стороны, и молодежь втягивается, но с другой стороны, и молодежь втягивает. И, в принципе, зачастую молодежь втягивается в деятельность такого рода сообщества, четко не имея представления, куда она втягивается. Просто не афиширует. Но, в частности, вот из уже результата одного из проведенных исследований в рамках структурного подразделения, пример, например, пытались вовлечь одного из студентов в деятельность подобного рода организаций, позиционируя ее просто как сообщество, клуб по интересам сообщества, которое радеет за сохранение истинно русской культуры. То есть, в принципе, такие хорошие цели, мотивы лишь потом, соответственно, человек молодой стал задавать вопросы, стал не получать ответы, стал уже более разбираться. И, в принципе, как раз вот эту вот расовую составляющую, она выявилась, он вышел. То есть, сначала... Это у него ума хватило. Он студент наш. Уже чему-то научили. А когда работают по школьникам, там обычно бывает сложнее. Они же еще и родителям побоятся рассказать, куда они... Абсолютно. Или побоятся, либо не захотят. То есть, здесь тоже проблема взаимоотношения возрастов, да? То есть, поколений. Ну и самое страшное, что модераторов очень сложно отслеживать. Опять же, которые работают в основном вот... Теперь в интернет. Интернет, социальные сети, мессенджеры. То есть, в принципе, имя, ник, фото, аватарк, адрес, IP. То есть, отслеживать достаточно сложно. Ну, пьянку поставил, вообще не найдешь человек. Вот, Екатерина, молодежь наша еще были продвинуты. Так что, проблема остается, она актуальна. И решать все надо, в принципе, комплексно. На всех уровнях. Это и повышение благосостояния. Это, я не говорю обязательно всех в юнарами, но это все-таки воспитательная работа с подрастающим поколением. Самое главное, в первую очередь, объяснить, рассказать, чтобы они просто думать начали. Это и минимизация, или пресечение деятельности и внешних, и внутренних акторов, которые работают в данном пространстве. Наверное, историю еще надо учить. Правильную, непереписанную. Спасибо вам большое. А с вами был канал Тактик Медиа. Мы снимаем в городе Нижнем Новгороде, поэтому хочу сказать большое спасибо за помощь в проведении съемки. Сейчас появятся титры тех всех организаций, которые нам помогли снять ролики, так как мы находимся в условиях пандемии до сих пор. И даже держим дистанцию. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok